читаем дальше так кострички абрикоса можно сейчас посеять засыпать опилками закрыть повелки и до весны а мороз до минус 30 зимой косточки не выморозят замучитесь вымороживать как бы то не было но у вас минус 30 никак не было не жили вот у вас все равно будет снег ничего . не случится не случится именно этого не надо бояться надо бояться только мышей линии двух тиарах советского автана так варисовидев шо вы видите или на самом совеничном совеничном я на самом с нами добрый вечер всем полтовец от каши надо делать ингаляции с пульми пульми кортом доза 05 помощи ингалятора выздоравливать спасибо спасибо уважаемая Ирина Нина Селиванова здоровье вам крепитесь господи не за какой-то елды я теперь в центре внимания мне аж стыдно Маргарита после прививки можно поболеть от нее но заболеть ковидом не возможно так нет там нет жилого ничего хотя просто заражение все упало с вакцинацией 2 и 220 человек сделали прививки много пенсионеров до сих пор не заболел хотя все республика ковидно ну чё ж здорово Израиле не станет путник но надо правильно делать так у меня после прививки только вместо укола поболевало а в остальном все хорошо никакой плохой реакции прививки не было так спасибо за ответ напишу ей пусть этот вебинар в записи смотрит надежда вот эти грязи бы кто бы им бы слал чтобы они тоже учились невозможно жить продолжает гадить ужас не могу успокоить в каком плане но вот опять это любая фотография на ней вот как-то да мы видели на ней жухлые листья жухлые листья и пошло вот мне вот с чего ты взяла я потом знаете как ошибаюсь что вот это не показал другой раз этим капельным полем сгноили все сгноили берет вырезает вот так гнойное место сантиметр до этого вечной мокрой вырезает и говорит сорос я не могу уже уже не могу так где вы были идем дальше надежда спасибо всем здравствуй диктировать снег выпал рановатенько валерий гостиничек можно лук нарезать и подышать еще корень хрена богат фитонцитами вот и сюда вот когда бедные деревья которые не просят так натереть и подышать но меру ягоды брусики и морожки очень помогает здоровья тебе спасибо за имена если вы знаете тоже делюсь с вами сегодня я наконец со среду оторвал я все ждал когда упадет но сильно прижало лимон у меня есть несколько лимонов пожелтеет наконец-то не выдержал срезал и не заварил чай с лимоном а лимон мой личный вырастил я теперь хочу провести эксперимент не разбрасывать посмотреть что будет завтра после завтра все таки этот лимон я выросл сам мне стало интересно а за пожелание спасибо за советы спасибо я же один смотрю так Дмитрий Кузнецов пишет давайте посмотрим что пишет Дмитрий Кузнецов из Твери а еще и двое пишет ничего я не спешу не такой же я несчастный как притворяюсь на деревню ездил собирал последнего представляете вот это вот это вот это это сегодня я его фотографии показывал это сегодня вот после этого да господи даже слов нет такие чудеса я к нему уже привык я на них не обращал внимание и тут выясняется что у нас не то что путних этих самых то нету абрикос или вишен у нас и яблонь то нет а то у нас завал у нас завал 40 обработок это есть завал и подходить нельзя их надо сразу утилизировать да еще как это первый клуб пришло знаете вот яблоки собрали вот этих садов которые на шпалерах подвешены деревья скалечены залито 40 раз обработали потом наконец их надо собирать таких просто собрать их надо собирать собирать мешки мешки трактора в эти кузова а потом вывозить ну догадались магазин нет потом их надо вывозить на специальные карьеры ставить табличку первый класс опасности и утилизировать даже я боюсь что непонятно десятки лет даже не будут годится даже на это на удобрение хотя и полагается из них делать это туда собрать и компост первый класс опасности вот что это такое потом я вот в этом году в россии был хорошего яблок поехали дальше прополис от каши и от остального спасибо дмитрий добрый вечер хотел бы узнать если у кого опыт выращивания использования в качестве прививания сеянцев выращивания из семян фруктов приобретенных в магазинах например яблок, слив, перс и пабликос, это первое второе есть у кого опыт прививки команджерский орех, ореха грецкого а также орех и пекант, прошу поделиться опытом так 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 у меня опыт отрицательный я раздобыл у нас было всего на всю сибирь у нас было два грецких ореха это было 10 подчеркиваю это поселок черебушки и там росло два ореха грязь я выпросил с одного веточки и перевел на свои пророщенный мой в мажорские орехи те травы вырастают 100 из 100 и что вы думаете ни один не пошел точка но я не знал я не искал возможность как-то может по другому срез другой способ прививки другой я делал как всегда привычка сработала ни один не пошел то есть я вам не помочь теперь вы с какого-то момента с какого-то момента с какого-то момента таких будет много всего лишь несколько лет как я начал пропагандировать примерно так пожалуйста друзья я понимаю это ладно там наш друг как питомника вот заказал 145 черенков это вот за все про все отдаст сейчас голова не варит может 20-30 тысяч в солидную сумму да вот это одно а нормальному человеку это дорого вот или завтра я не смогу выслать ни одного черенка возможно возможно тогда хороши те кто у меня выписывал и подвойные серенцы например маджуцы сыновья маджуцы серенцы амурова очень даже амурова очень много а тут же выписывал королевские академики воины и так далее и они не успевают даже замерзнуть берем самый крутой случай они у меня родственники приучены уже то есть на одной грязке растут сеянцы те которые сейчас перечислили подвойные а на другой грязки контурные пришел ноябрь кадапа не замерзнут минус 10 минус 15 ну у нас в ноябре начало зимы с началом ноября начало зимы и вот отрезаем оставляем на развитии вот столько потом он пойдет в более пышной форме и пусть у себя дальше растет но вот это срезанную ветку довольно низко срезанную чтобы черенок был полноценный два три черенка вот такие срезаем и прививаем полученной каплировкой на сеянцы а что у них получится вы скажете ну у меня же там написано академик но академик то не ветка академика которую привили бы а академик в виде косточки он может быть уже не сто граммовый а сорока граммовый но у вас получится прививка сорока граммовыми плотами что для вас и для вашей местности может оказаться сенсацией мирового уровня настолько плохие дела а потом начинается самое невыпытное еще одно два поколения и крупность которые были вроде бы утеряны ведь не черенок же а нет у меня черенков нет некий же крупность потом начнет увеличиваться так же как у меня увеличил так все как мог ответил في главе сейчас ЛИБА и цель с это